Аминь, 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 привет, как дела? Хорошо, меня зовут Кент Ховен, на этом роман русский иссяк. Благодарю за то, что вы пришли, для меня большая честь находиться здесь, в Сакраменто, у нас есть достаточно света. Пожалуйста, включите свет, если можете. Значит, вступление у меня такое, я учил, преподавал 15 лет естественной науки, здесь три года проработал в системе образования в Калифорнии, в 99-м году я переехал в Пенсаколу, Флорид. Я очень рад находиться здесь и говорить на тему о том, что же произойдет на Земле ради всего святого. Я знаю, что планета Земля движется к большой катастрофе, и мы об этом немного поговорим. Хорошо, меня зовут Кент Ховен, я жил в Пенсаколе, Флориде несколько недель назад, я переехал в Атланту, Алабама. Недостаточно света здесь. Ленекс, Алабама. Пожалуйста, вот здесь. Когда я находился в федеральной тюрьме в течение 9 лет по причине самого глупого закона в мире, называется он структуризация, мне нужно было поменять... я поменял свое представление о будущем. Я когда-то верил восхищение церкви перед великой скорбью, и много разных песен есть, связанных с этим. Скоро, очень скоро я увижу царя. Мне нравятся эти псалмы, но они неправдивы в своей сути. Я переехал в Пенсаколу в январе 89 года, и как только... кто из вас смотрел мои семинары или смотрел видео, кто никогда не видел моих семинаров, кто не понимает вопроса? Несколько человек, да? Значит, мое положение такое, что Библия истина, и она с научной точки зрения точна. Бог создал этот мир за шесть дней, как он это сказал, шесть тысяч лет тому назад. Поэтому Земля не миллиарды лет. Конечно же, возникает вопрос, а что касается динозавров? И это моя любимая тема. Значит, я провел где-то девять лет в тюрьме федеральной по закону структуризации. Вышел из тюрьмы 11 месяцев назад. Я поменял свое мнение касательно последнего времени, хотя большинство людей не меняют. У меня поменялось мнение о последнем времени. Мы будем на Земле во время великой скорби. Я заработал докторскую диссертацию в служении и богословии. Я написал книгу в форме диссертации. На столе можете купить. Что же произойдет на Земле ради своего святого? И эта книга объясняет некоторые моменты, которые я сегодня поясню. У меня не будет времени все объяснять, но хотя бы некоторые вещи. 27 лет я прожил в Пенсаколе и несколько недель назад переехал в Леникс, Алабаму. Несколько миль оттуда в Лениксе население примерно 10 или 12. Они находятся где-то посредине пустыни. Очень холодное место. Там мы построим большой парк. Называется он «Приключения с динозаврами». 150 акров земли. И когда-то здесь устраивали гонки на квадах. Но теперь мы еще не готовы там что-то делать. Если у вас есть молоток, приезжайте поработать у нас. Это наше место. Трое детей у меня. Мой сын Эрик женился на украинке. Кто из вас женат на украинке? Да, я ему сказал, что украинские женщины, они никогда не жалуются, они всегда очень приятные, прекрасно готовят и не спорят. Я, наверное, обманул его. Но у меня 4 внука. Перед тем, как я вышел из тюрьмы, теперь у меня 5. У моего сына Эрика, у них жена Татьяна с Черновцов. Я проповедовал там когда-то. У нас была когда-то во дворе, у нас был парк «Приключения с динозаврами». И мы проводили там такие духовные программы, уроки. Вот это те люди, которые помогали мне в моем служении. Нас посещали люди со всего мира. Нас посетили люди со 150 стран. 100 тысяч разных посетителей со всех стран и также с 21 страны. Они все посещали мой дом, задний двор, и мы все рассказывали им интересные вещи о науке и Библии. И дети плакали в конце этих программ. Было очень весело. И мы также сейчас нарабатываем новые идеи о том, как сделать это еще более интересным. Итак, что же произойдет на земле ради всего святого? Все, что нужно делать, следить за новостями в наши дни. И вы просто будете ужасаться от того, что происходит. Мир распадается на куски. Мировые события, они нас пугают. Есть слухи о войнах и войны, как говорил Иисус Христос. И это вступительное представление, которое описано в моей книге. Что же произойдет? И как мир попал в такую сложную ситуацию? Что произойдет дальше? Как закончится жизнь на земле? Когда она закончится? И что же нам делать? Это вопросы, которые задают большая часть людей. Что же нам делать? Скажи нам, как поступать? И мы будем говорить об этом в течение нескольких дней. Сейчас хочу рассказать о себе немного. Я вырос в Иллиной, штат Иллиной, из Криори. Мой отец был инженером, но он строил трактора. Моя мать работала в школе учителем. Она научила меня читать в раннем возрасте. Я любил всегда читать и учиться чему-то новому. Самые ранние воспоминания у меня есть о том, как я читал о динозаврах. У кого из вас есть дети, которые любят читать о динозаврах? Да, я просто не мог расстаться с этими динозаврами. Первое, чему я научился о динозаврах, о том, что они жили миллионы лет тому. Я когда-то говорил на одной конференции, где было 300 с чем-то первоклассников. Попробуйте поговорить с такими людьми. Я спросил у них, когда жили динозавры, и мгновенно они все закричали, «Миллионы лет назад!» Эти дети, они еще не умеют достаточно читать, но они уже верят в фундаментальные истины эволюции. Я был точно таким в их возрасте. И очень просто могу сказать, что динозавры никогда не жили миллионы лет назад. Итак, я жил в Иллинойте, потом в Мичигане ходил в колледж, и в Пикон, Иллиной, я организовал христианскую школу. Я сразу влюбился в преподавание. 15 лет преподавал математику и общественные, и различные науки. Я надеюсь, мои переводчики успевают за мной. Мне нужно немножко притормозить. Теперь, люди говорят, если Бог знает, что произойдет, значит, Он все контролирует. Нет, это не означает, что Он все контролирует. Он просто знает. Вот пример, которым я пользуюсь в книге своей. Если бы я пошел на футбольную игру, я, кстати, никогда не хожу на футбол, я думаю, что это потеря времени пустая, и на видеопленку снимал саму игру. В конце игры осталось 3 секунды, и один из футболистов бросает мяч. Кто-то другой бежит, пытается словить этот мяч. Если он поймает его, значит, они выиграли. Если он потеряет его, они проиграли. Последних 3 секунды. Я смотрю за этой игрой, я снимаю на видеопленку. После этого я прихожу домой, вы звоните и говорите, «Эй, Кент, кто выиграл?» Я говорю, «Я не расскажу тебе, приезжай ко мне», и мы посмотрим. Мы сидим на диване, я нажимаю кнопку, мы смотрим проигрыш игры до последних 3 секунд. Когда мяч летит в воздухе, я нажимаю на паузу. Вот мяч завис в воздухе. Другой протянул руки, ловит его. Теперь у нас 3 позиции, чтобы объяснить будущее, верьте этому или нет. Три разных позиции. Первое. Я тот, кто сижу на этом диване, у меня есть полное знание о том, что произойдет дальше. Я уже знаю, я уже видел. Но у меня нет контроля. Я не могу изменить исход. Я только знаю, поймает он этот мяч или нет. Тот, кто находится на поле, у них есть полный контроль, но у них нет знания. Они не знают, что произойдет в эту секунду. Я обладаю знанием, но у меня нет контроля. У них есть контроль, но нет знания. Вы сидите рядом со мной, у вас нет ни контроля, ни знания. И вы кричите на меня, «Эй, включай дальше, я хочу посмотреть, как закончилась эта игра». Я же не знаю. То есть, кто-то выиграл в этой игре, кто-то выиграл. Итак, у вас нет ни знания, ни контроля. Если у Бога не было знания будущего, Он не был бы тогда Богом. Время было бы Богом. Видите ли, Бог не ограничен временем. Мы ограничены, застряли во времени. Сегодня 2016 год на земле, но не 2016 год в небе. Нет времени там. Первое, что мы делаем, когда мы попадем в небо, мы снимем часы и выбросим их, они нам больше не пригодятся. Нет времени в небе. И меня это просто удивляет, потому что всю свою жизнь я был ограничен временем. И очень часто я хотел бы попасть назад, хотя бы на 2 секунды. Кто из вас хотел бы попасть на 2 минуты или на 2 секунды назад и переделать что-то, ту глупую ошибку, которую я допустил, хочу исправить? Я хотел бы, но мы с вами зафиксированы во времени. Бог же не закрыт границами времени. Если бы Он не знал будущего, Он не был бы Богом. Конечно же, это не означает, что Бог контролирует будущее. Не путайте эти вещи. У вас есть полный контроль над своей жизнью. И у Бога есть полное знание того, что вы будете делать. Конечно же, если бы вы, например, на лодке спускались по великому большому каньону, он так вот крутится вправо-влево. Предположим себе, группу людей, которые в лодке спускаются по каньону, через час другая группа садится в лодку и тоже спускается по каньону. Но так как этот каньон постоянно извивается вправо-влево, они не видят друг друга, между ними временной промежуток в час. Потом каждый час садится другая группа и садится в лодку и плывет. Никто из них не видит друг друга. Эта речка похожа времени. Мы с вами закрыты в 2016 году. Кто-то в следующем году, это будет 2017 год. Конечно же, если мы доживем. Все зависит от того, кто будет избран президентом. Меня спросили в прошлом году, Кент, а за кого ты голосуешь? Я не знаю, кто из вас смотрит мои передачи по YouTube. То есть в ноябре 2011 года я говорил, почему. Я голосую за то, чтобы Хиллари Клинтон была президентом Антарктики. Можете посмотреть. Да, она, наверное, разозлилась на меня. Поэтому, если вот эти люди спускаются по воде в каньоне, они просто-напросто плывут по течению. Я также нахожусь буквально с закрытыми временными промежутками. Так же само и вы. Предположим, кто-то находится на высоте над этим каньоном в вертолете. У него есть сотовый телефон или у него есть рация. Он может говорить с вами в лодке. Этот человек, который находится в вертолете, он видит всех, находящихся на этой воде. Они видят его, он видит их, но они, находящиеся в лодках, не видят друг друга. Вот как время связано с Богом. Бог находится за пределами каньона. Он не ограничен берегами реки. Если бы у вас была рация, вы могли говорить с пилотом на вертолете, летящим, вы были бы глупцом, не прислушиваясь к его советам. Если бы вы, например, спускались по этой воде, с одной стороны были буруны, с другой стороны вода была более спокойной, вы сказали, «Эй, ты там вверху видишь, что там происходит?» «Да, я вижу, все хорошо, все нормально. Держаться ли мне правой стороны или левой?» Он говорит, «Держись левой». А с левой стороны немного будет шторм подниматься слева. Но ты же сказал, что я должен слева держаться, хотя справа будет более спокойная вода. Но подожди, справа кажется, что там вода более спокойная. Да, сын, перед тем, как вода впадает в водопад, всегда она спокойная. Поэтому держись с левой стороны, там, где сейчас немножко турбулентное завихрение. Поэтому вы были бы сумасшедшим, не прислушиваясь к тому, кто находится над вами и видит все. Поэтому вы также сумасшедшие, если не будете прислушиваться к тому, что написано в этой книге. Он знает будущее, он знает, что вы должны делать, и когда и как вы должны это делать. Поэтому наиболее безопасным местом будет для вас это находиться в состоянии принятия воли Божьей. Бог может сохранить вас и в огненной печи. Он может вас сохранить от ворву львов со львами. Он может сохранить вас от Египта, когда вся страна поражена, а ваша территория не тронута. Вам нужно находиться в среде Божьей воли. Вы не можете, конечно, проконтролировать то, что происходит вокруг вас, но Бог контролирует, и вы можете сказать, Господи, как мне поступать? Я спокоен в Его руке. Поэтому вот этот большой каньон, он хороший пример того, как Бог находится за пределами времени. Конечно, я сам этого до конца не понимаю. Я пытаюсь понять, я могу сказать это своими словами. Но опять-таки возвращаемся к этой мысли. Бог не ограничен времени. Сегодня у меня кто-то спросил о предопределении. Большинство людей, которые верят в это, они говорят, что Бог уже определил все, что произойдет. Конечно же, нет. Бог знает, что произойдет, но контроль в наших руках. Вы принимаете собственное решение о своей жизни. Конечно же, Бог знает, что вы решите, но вам не обязательно делать что-то. Это не предопределение. То есть определено, если ты принимаешь Христа, ты будешь подобен Христу. Откройте 2 Петра 3 главу и моя веб-страница 2 Петра 3.com 2 Петра, то есть в нашей русской Библии, находится перед посланием к Криминам, 3 глава, написано, «Зная прежде всего, что наглые ругатели явятся в последние дни». Знаете ли, что есть ругатели, которые ругаются на Слово Божье? Я постоянно, они как бы вокруг меня вращаются, они ненавидят эту книгу, они действительно ее ненавидят, поступающие по собственным своим похотям. Причина, по которой они насмехаются над Библией, никак не связана с наукой, а со своими похотями. Я говорил здесь, в университете Беркли, много лет назад, и никто там не хотел со мной вступить в дебаты. Я задал вопрос, «Ста почти профессорам, вы будете участвовать в дебатах?» И они говорят, «Нет». Меня попросила одна группа студентов, «Вы сможете прийти к нам и поговорить здесь о сотворении?» Конечно, очень враждебная аудитория там была. У нас есть на видеозаписи этих дебатов. После того встает один громадный футболист, он был очень раздражен, и он сказал, «Эволюция — это факт». Я ему сказал, «Подожди, сынок, подожди, успокойся, я знаю, у тебя трудная жизнь». Но вопрос, предположим, то, что я сказал сегодня, есть истина. Предположим, что история творения — истина. «Если ты поверишь в это, изменится ли как-то твоя жизнь?» Он сказал, «Полностью». Я сказал ему, «Ты принял эволюцию только потому, что у тебя действительно были какие-то факты, или же тебе это дает способность оправдать себя и освободиться от Бога?» Он замолчал на минуту, он сказал, «Я принял эволюцию, потому что я упрямый человек». Я сказал ему, «Да, я понимаю, что у каждого мужчины есть такая проблема, но нет, они достаточно веская проблема, чтобы отвергать волю Божью. Делай то, что говорит тебе Бог». И так они идут за своими похотями. Это причина, почему они верят. Не потому, что есть какие-то научные доказательства. Нет, эволюция — это религия, она не наука. Библия говорит нам, что они скажут, где обетование пришествия Его. И мы будем говорить об этом сегодня. Когда Он придет, что происходит? Ради всего святого. Вот эта таблица, она представляет то, что написано в моей книге. Там на столе, в коридоре есть книги мои, их можно купить. Я провел пять лет и занимался исследованиями. Как они говорили об этом с начала творения, ибо они не понимают этого. Значит, эти богохульники или же ругатели, они говорят о том, что они с особой целью делают это. Они ругатели или глупы добровольно. Они глупы. Они понимают три вещи. Первое. Почему же Он, значит, думающие так не знают вначале, что Бог сотворил небеса из воды и водой? Он произнес слова, и все произошло. Он сотворил все словом Своим. Бог не забивал ни одного гвоздя, не закрутил ни одного шурупа, не закрутил ни одного болта, не забил ни одного гвоздя. Он произнес слово, и все произошло. Представьте себе, если бы вы сотворили деревья словом одним, или пусть произойдут животные, они появились. Это мгновенная сила, когда вы можете творить своим словом. Словом Божьим небеса сотворены, и небеса, и земля состоит из воды и водой. Поэтому, как она могла произойти из воды и водой одновременно? Во втором видео я говорю об этом. Библия говорит нам, что перед потопом люди жили 900 лет. Бытие, 5 глава, говорит нам, что Адам, ему было 130 лет, когда родился Сив, и после этого жил 800 лет. Люди говорят, постой, а где же Кайн и Авель взяли своих жен? Адам и Ев жили 100 лет после того, как родился Сив. И сколько детей может родиться за 800 лет? Очень много. Поэтому они женились на сестрах. Вы скажете, на сестрах? Подождите, подождите. Первое, у другого выбора у них не было. Второе, а кому вы пожалуетесь на это? Другому брату, который также женился на сестре? Адам женился на своем ребре, и в этом не было никакой проблемы. Это первое поколение. Конечно же, 2500, Бог говорит Моисею, нельзя больше жениться на сестрах. Нет проблем. Но первых 2500 лет у них не было проблем с этим вопросом. Если вы посмотрите на эти даты в Писании, люди, которые родились до потопа, вот эта вертикальная линия, они жили больше 900 лет. Кстати, сколько можно всего выучить за 900 лет? Адам говорил на всех языках мира, потому что он был только один тогда язык. Да, он также женат был на самой красивой девушке в мире. Она тоже была одна. Адам, он уже был запрограммирован с самого начала. Он мог разговаривать, ходить, называть имена животных, давать имена животным и также жениться. И он ходил с Богом и говорил с Богом в саду перед грехопадением. И он достаточно долго жил, чтобы встретиться с отцом Ноя. Посмотрите на эту таблицу. Вы видите этот перехлест. Он знал отца Ноя. Вы знаете, какие были тогда встречи семейные? Да, все собирайтесь, мы едем встречаться с нашим пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушкой Адамом. И он знал, какой жизнь была в Едеме, перед тем, как первая женщина съела первого мужчину в собственном доме. Я очень много рассказываю шуток об Адаме и Еве во время их семинаров. Перед тем, как наступил потоп, люди жили 900 лет. Интересно, что рептилии не перестают расти. Они растут всю свою жизнь. Поэтому, если они могут достигать 900 лет, тогда они свободно могут достигать размера 60 футов. Библия говорит нам, что перед потопом вода находилась над землей и под землей. 23 Псалом. Господня земля, и Он основал ее на морях и на многих водах. Бог основал землю на воде. Сегодня у нас вода над землей. Псалом 32. Он сохранил ее в особых яминах. Когда-то эта вода находилась в земле, а теперь он распростер над водой. Мир, в котором жили Адам и Ева, вода тогда большей частью находилась под землей. Сейчас она находится над землей. Тогда земля была практически обитаема везде. Тогда не было таких гигантских океанов. Когда наступил потоп, вода выходила из-под земли. 2 Петра 3.5. Они не знают, что в начале Слова Божьем небеса и земля составлены из воды и водой. Что же это значит? Это значит, что земная корка, она держала воду внутри. И поэтому тот потоп, потому что тот мир был погиб, потоплен водой. Та вода, которая была внутри, она буквально затопила мир и разрушила планету. 600 лет воды Ноя, то есть жизни Ноя. Мы видим, что земля разверзлась, и также вода пошла сверху. Как образовался потоп? Не потому что дождь шел, а потому что открылись бездны земные. 40 дней всего лишь шла вода, но вода поднималась 150 дней. Она не была связана с дождем. Она по большей части вышла из-под земли. Я верю, что земля просто лопнула в дни Ноя. Земля разверзлась. Это как если бы разбилось яйцо. И сегодня, на сегодняшний день, есть много разных разломов. И эти разломы сегодня также двигаются. В Калифорнии те, кто живут, знают о землетрясениях. Некоторые из этих разломов, они двигаются до сегодняшнего дня. Поэтому тот мир был затоплен водой и погиб. Он был разрушен потопом. Люди до потопа жили 912 лет в среднем. Если можете посчитать или добавить. У нас есть временные графики. У нас есть более красочные, такие красивые таблицы. Очень красивые коврики можно из них сделать. Когда ваши друзья приходят к вам на обед, вы можете им показать нечто интересное. После потопа, мы видим, что уровень жизни опускается до 400 лет, потом до 200 лет, а потом до 100 лет. И сегодня немногие люди доживают до сотни. До потопа человек в 100 лет был еще молодым, подростком. Но в 100 лет он уже, например, начинал искать себе жену и шел в школу. А сегодня, если вы 100-летний человек, вы еще можете искать жену, но уже в школу вас никто не возьмет. Да, поменялось время. Значит, до потопа 912 лет был средний возраст. Сегодня 70-80. В чем разница? Рептилии растут всю свою жизнь. Это просто факт. Рептилии никогда не останавливаются в росте. Поэтому динозавры — это большие ящери, которые жили с Адамом и Евой. Они не жили миллионы-миллионы лет назад. Он является главой, Библия говорит, самое большое животное, которое создано Богом для славы Божьей. А дьявол сказал, да, мне нужно найти способность употребить этих же животных против Бога. Поэтому, когда стали обнаруживать кости динозавров, дьявол говорит, а, вот я как обману людей. Я скажу, что они жили миллионы лет назад, и пусть они сомневаются в Библии. Сколько из вам знакомых детей потеряли веру в Библию из-за этой темы о динозаврах? Это Божье творение. Они жили когда-то с Адамом и Евом в Едемском саду, и Ной взял их с собой в ковчег. Вы скажете, подожди, они же огромные. Как он мог взять их в ковчег? Да, большие были большими, но маленькие были маленькими. И Ною было 600 лет, когда он построил ковчег. Наверняка он был достаточно умным, чтобы не вводить туда самых огромных гинозавров, но самых маленьких. Это будет позже освещено. Есть много разных причин, почему он туда ввел детей, потому что... Или маленьких животных, они намного сильнее, они меньше кушают, они больше спят. Например, дети, когда падают, они быстренько встали и побежали. Взрослый упал, и уже у него травма. И также дети будут жить дольше, и у них будет больше потомства. Почему бы он вводил в ковчег больших слонов? Зачем вводить больших жирафов или взрослых жирафов, когда можно ввести детей? И самое большое яйцо динозавра, которое было найдено, оно было размером футбольный мяч. После потопа они начали умирать от изменения климата, потому что люди уже больше не жили 900 лет. Но они также умирали, потому что за ними охотились, они назывались драконами. Есть третье DVD, где можно посмотреть о динозаврах. Все мои семинары, 18 лет, часов, то есть 18 часов всего вместе. Много есть этой информации на YouTube. Конечно, очень много есть умных людей, которые говорят о теории эволюции, но я умнее их, и я пишу часто им об этом. 2 Петра 3, 7, написано, «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечистых человеком». И так они сохранены, и поэтому те, которые смеются, они не хотят признать, что Бог сотворил мир, потому что если он не признает, это значит Бог владелец этого всего, и они не хотят верить, что был потоп, потому что им надо будет признать это. Пожалуйста, включите. Вот так вот, хорошо. А они не хотят признать, что был потоп, потому что потоп говорит о Боге, и Бог может судить свое творение. Это его мир, и он может его весь погубить. Поэтому они не... Вот большая картина, 7 тысяч лет истории, поэтому мы видим здесь сотворение, 4 тысячи, 4 тысячи лет до рождения Христа, Христос, и мы сейчас в 2016 году. Есть еще тысяча лет, скоро придет, это называется День Господень. Фактически вот это желтое, это то, что здесь представлено, раздвинуто, можно сказать. Если 212 фитов должно быть, вот в этой маленькой, маленькой всего лишь... Так что это все довольно-таки сконденсировано. Итак, вот эта линия, о которой мы сейчас будем говорить. Итак, что происходит следующее? Следующая желтая полосочка, то, что мы будем говорить о седьмой неделе Данила. Это то, что называется Великая скорбь. И многие годы я верил в то, что восхищение будет до Великой скорби. Я бы очень хотел, чтобы это было так, но это неправда. В 1830 году 15-летняя девочка в Шотландии заболела очень сильно. И у нее были видения и сны. И один из снов был о том, что Иисус придет до Великой скорби. До этого момента все верили, мы будем здесь на Великую скорбь. Мы христиане. Потому что то, что Иисус сказал, вы будете иметь скорбь в этом мире. Эта девочка имела сон. Дарби был такой человек, который посетил ее и записал ее сон. И использовал это в своей Библии. Вы можете до сих пор купить Дарби Библию для изучения. Потом Скофилд тоже популяризировал эту идею. И удивительно, сколько миллиона и миллиона людей верят, что Иисус придет в любую моменту. Вот это «left behind», если вы знаете вот эту целую серию. Но это все неправда. Поэтому Иисус в Матфея 24, 3, это важный отрывок, поэтому откройте, пожалуйста, в Матфея 24, 3 стих. Здесь сказано, что когда Он сидел на Ильонской горе, ученики наедине спросили Его, подошли к Нему, сказали, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века». Фактически, они спрашивают Его два вопроса. «Иисус, когда Ты вернешься, и какой знак, который мы должны ждать от Тебя?» Поэтому евреи всегда ждали знака, знак Твоего пришествия. Итак, и теперь откройте Марк. Марк, 13 глава, 4 стих. Это параллельный стих. Итак, фактически и Матфея, и Марк, и Лука все говорят об одном и одно и то же. Поэтому в устах трех свидетелях есть истина. Итак, Марк, 13 глава, 4 стих. Сказано так. «Итак, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия?» «Когда все сие должно совершиться?» Итак, если вы откройте Луки, 21 глава, 7 стих. Луки, 21, 7. Это параллельный стих. Луки, 21 глава, 7 стих. Они спрашивают, «Учитель, скажи, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия?» «Когда это должно произойти?» Поэтому очень ясно, очень понятно. Они в два простых вопроса задают Ему, «Господь, когда Ты возвращаешься?» «И какой признак, который мы должны ждать?» Поэтому, когда Он отвечает им в следующие 20 стихов, Он описывает, что будет происходить. Поэтому, если вы приобретете мою книгу, там в конце, когда я был в тюрьме, я сделал фотографию Священного Писания, и вот в таком параллельном виде Даниила, 8 глава, 9 глава, 11, Матфея, 24, Марка, 13, Луки, 21, 249 страница моей книги. И поэтому вы увидите, что они говорят об одном и том же. Итак, «Когда ты придешь, и какие признаки?» «Когда ты придешь, и какие признаки?» И Он им объясняет в следующие 20 стихов. Итак, 249 страница, если вы приобретете эту книгу. Итак, Иисус отвечает им на их вопросы. Они спрашивают, «Иисус, когда ты возвращаешься?» Следующие 20 стихов Он объясняет им. Итак, в конце, вот в этой желтой части, Он отвечает. Здесь написано, что Он вернется после Великой Скорби, когда небо... Когда я читал свою Библию в тюрьме, я задал себе вопрос, «Солнце и Луна померкнут?» Я преподавал науку. А как это произойдет? Как такое может быть? Что может заставить Луну и Солнце померкнуть? Это повторяется в Библии 10 раз. Первый раз мы увидим это в Исаии, что Солнце и Луна померкнут. Последнее Откровение, 6 глава, 12 стих. Это там, где будет происходить восхищение, восхищение Церкви. Откровение 6, 12. Итак, мы здесь хотим прочитать Откровение, 6 главу. Итак, как же это может произойти, когда мы будем ожидать, когда померкнут и Солнце, и Луна? Итак, я приду после. Я приду за вами после Матфея, 24 глава, 29 стих. Еще раз давайте посмотрим на это. 24 глава, 29 стих. Итак, померкнут Солнце и Луна. И Луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, и сила небесная поколебница. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда вослачив все племназемные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесную силу. И слава, когда произойдет восхищение? После великой скорби. Когда померкнут небо, Солнце и Луна. Откройте, пожалуйста, Марка, 13 глава, 24 стих. Марка, 13, 24. Но в те времена, когда... После великой скорби, когда Солнце померкнет, и Луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, и тогда ангелов Он соберет своих, и избранных Своих, всех верующих Он заберет. Итак, когда это произойдет? После того, как померкнут Солнце и Луна. В Иове. Иоиля. Первое. Там сказано, что Луна и Солнце также превратятся в кровь перед Днем Господнем. Итак, темными станут Солнце и Луна до Дня Господня это произойдет. Так вот, получается, наша история. Деяние 2, 2 глава. День Пятидесятницы. Дух Святой приходит к ним, они разговаривают на разных языках, 17 разных языков, и люди им говорят, «Вы пьяны». И Петр встает и говорит, «Нет, мы не пьяны». Вот о чем говорил Иоиль. Посмотрите, 2, 20. Деяние 2, 20. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, и вы видите это в Данииле, вы видите это в Матфее, Маркфее, Луке, когда это все деяния. 1 глава, 9 стих. 1 глава, 9 стих. Когда он это сказал, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И вот мужи галилейские, предстали перед ними два мужа. «Вы, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите в небо? Если Иисус, восшедший от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, Его восходящим на небо». Что говорили ангелы? Он пошел, он восхитился на облаке. Он точно так же вернется на облаке. Правильно? Довольно-таки просто. Итак, он поднялся, и точно так же, таким же самым образом, он на облаке восхитился, он на облаке опустится. Это уже сказано было ангелами и многие другие источники, которые говорят нам о том, что Иисус спустится на облаках. Итак, вот что будет происходить. Итак, есть время великой скорби, потом есть восхищение, когда померкнет Солнце и Луна. После этого будет День Господень. Перед Днем Господнем померкнут. И это будет после. Так что это все довольно-таки понятно. Итак, я был виновен 40 лет, потому что я должен был это все знать. Итак, я путал термины. День Господень и День Христов — это разные вещи. Точно так же, как Великая скорбь и Гнев Господень — это разные вещи. Итак, Великая скорбь. Если вы вернётесь, 24 глава Матфея, 24, 21, Матфея, Матфея 24, 21. Помните, точно так же, как Он задаёт на вопрос, вот здесь вот Он описывает то, что будет происходить. И в 21 стихе здесь написано, «Итак, будет Великая скорбь». А Он уже сказал им, что что придёт, будет Великая скорбь. В Марке 13 глава, которого не было со начала мира. И у Луки то же самое написано, «Это будет день отомщения». Итак, это «Время Великой скорби». Вот эти все отрывки говорят об о том и том же. Они говорят о Великой скорби. Итак, это жёлтая часть нашей картинки. Это то же самое, что говорит о времени Иакова, как Иаков или Израиль боролся с 70-й недели Даниила. Семь лет. Я давал эту презентацию только несколько раз, поэтому у меня нету достаточно стихов здесь, чтобы вам всех показать. Итак, Даниила, 9 глава. Давайте посмотрим. Даниила, это первый... Даниила, Даниила, 9 глава. Это первый из малых пророков после больших пророков, таких как Исаия, Иеремия, Иезекииль, идёт Даниил. Даниил — один из первых малых пророков. Итак, давайте посмотрим. Шаг назад. Итак, 9 глава Даниила. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели. Это очень важно, чтобы мы посмотрели и закрепили это в своём сознании. 24 стих, в конце главы, 24 стих. Вся эта глава Даниила, фактически Даниил, 21 день находился в посту для того, чтобы Господь ему объявил, что будет происходить в будущем. Потом ангел... Ангел приходит к нему, ангел Михаил, и говорит ему, «Я хотел к тебе прийти раньше, но не смог». Итак, 24 стих. 77. 70 недель. Многие учёные говорят, «Неделя» — это группа из 70. 70 групп. 70 умножить на 7 — 490. Всё это зависит от твоих людей. «Неделя» — значит «группа из семи». Точно так же, как мы говорим «дюжина». «Дюжина» — это группа из двенадцати. «Всё зависит от твоих людей, а каких?» «О евреях». Потому что евреи были Даниилова — люди. И так будет зависеть от святого города. Что это? Иерусалим. Для того, чтобы пришло... беззакония были заглажены. И что же... Чтобы праведность была... Правда вечная приведена. Чтобы помазан был святой святых. Итак, Иисус будет помазан на Царство всей Вселенной. И для христиан всё закончится. Он будет царём праведности. И поэтому вот эти 70... 77. Итак, давайте посмотрим. Посмотрите, что от... от Иерусалима... вот когда это будет происходить. Итак, давайте вернёмся... Вторая про Липоменон. Вторая книга про Липоменон. После Царства она находится. 36-я глава. У нас есть закон о восстановлении Иерусалима. 36-я глава, стих 22-е. 36-22. В первый год Кира, царя Персидского, в исполнении слова Господня, сказанному с нами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать, «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли, дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме». Что в идее? «Кто есть из вас, из всего народа его? Да будет Господь Бог его с ним». Давайте продолжаем. Эзра. Эзра. Это первая глава. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение Господа, слово Господне, из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству смысловесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иерусалиме». Третий, «Кто из вас, из всего народа его? Да будет Бог его с ним, да будет он идет в Иерусалиме, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Итак, вот царь дает это провозглашение. «Кто хочет идти домой, идите домой, строите свой храм». Следующая книга, «Ниеме», вторая глава. «Ниеме», вторая глава. Вторая глава. Первый стих. «В месяце Ниссани» — это не машина, это не так, как Тойота, это месяц, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И вы видите, как здесь царь дает Ниеме постановление «иди, восстановли стены». Вы помните, у Эзры было постановление построить храм. Поэтому Эзра и Ниеме знали друг друга. Одному было сказано построить стены, другому было сказано построить храм. Храм, 9 глава Даниила, 9 глава Даниила, 24 стих. Итак, понимая, что... Итак, зная, разумеет, 25 стих, «Итак, зная, разумеет, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, фактически это говорится о Езре или Ниеме, потому что оба получили повеление восстановления Иерусалима, либо иерусалимских стен, восстановить Иерусалим до Христа Владыки». Кто это будет? Христос Владыка — это Иисус Христос. От того момента, как они провозгласят до прихода Иисуса Христа на землю, должно быть 7 седмин и 62 седмины. 70 недель и 62 недели. 69. 69 недель. Итак, когда это постановление будет дано, «Начинайте, 483 года, что произойдет? Мессия придет, Мессия будет отнят у народа Своего, то есть Христос будет убит». 430 лет после повеления этого Иисус Христос был распят по истечении 400 лет. Он приехал в Иерусалим на ослице и плакал, и говорил, «Если бы вы только знали, те из вас, кто читают, если бы вы читали Библию, вы знали бы, что это тот день, которого вы ждали, но вы не читали Писание, и вы поэтому ничего не понимаете. Они три дня его исследовали или допрашивали, и потом распяли. Так же самое, как это было в Ветхом Завете. Три дня готовили Агнца, наблюдали, нет ли в нем какого-то порока, и потом его заколали. В трех разных случаях Пилат говорит, в нем нет никакой вины. Да, они пытались его допросить, но не нашли в нем никакой вины. Мы видим это в Слове Божьем. После трех с половиной недель Мессии не станет, то есть он будет убит, но не за себя. Иисус Христос не был распят за себя, он был распят за грешников, таких как я и вы. По этой причине его не стало, и люди народа придут и разрушат город, и конец их близко. И после того, как приблизится конец, придет опустошение. В конце 24 стиха ангел сказал Даниилу, 70 недель отмерены народу твоему. После 69 недели Мессия будет отнят, то есть остается только одна неделя. И эта неделя называется 70 неделью Даниила. Последняя группа из семи лет, это последняя неделя, мы ожидаем ее. И я думаю, что большинство богослов согласны по этому поводу. Осталась одна неделя, семилетний период, называемая 70 неделя Даниила. И на протяжении этой недели произойдет очень много. Посредине этой недели явится Антихрист. Но что же это будет за середина семи лет? Это три с половиной года. Поэтому будет три с половиной, период из трех с половиной лет, и придет, явится Антихрист, и потом будет еще три с половиной лет, полностью семь лет. Поэтому 70 неделя Даниила, она делится на периоды по три с половиной года. И это также 42 месяца, три с половиной года, или 1260 дней. У меня здесь в таблице все это определено. Или же 40 с чем-то месяцев, или 360 дней, и так дальше. Двадцать седьмой стих Даниил говорит, и утвердит завет для многих одна седьмина, то есть последняя седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и в середине этой седьмой седьмины остановится жертва приношения. То есть это значит, что к тому времени должны выстроить храм, потому что они не могут приносить жертвы без храма. Прямо сегодня у нас, мы знаем, нет храма в Иерусалиме. Поэтому в течение этих первых трех с половиной лет они должны построить храм. После этого придет к остановке жертвоприношения. он остановит жертвоприношение. Поэтому иудеи сегодня не дождутся до того момента, когда восстановится храм. Я сейчас себе кое-что должен записать. Иудеи очень сегодня с большим нетерпением ждут этого времени, но еще ничего не началось. Смотрите, двадцать седьмой стих еще раз. И утвердит завет для многих. Двадцать седьмой стих. Одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Когда нам дается повеление, и они начнут восстанавливать храм, тогда запускайте свои хронометры. Как только Христос был распят две тысячи лет назад, Бог сказал, «Вы не желаете своего царя? Хорошо. Я тогда останавливаю часы для вас, иудеи, и ввожу на сцену язычников. Я отрезаю естественную масличную лозу и прививаю к ней неестественную язычников». Это называется время язычников. И Бог сегодня производит плоды через нас, поэтому идите и свидетельствуйте о Господе. Конечно же, мы тоже не справимся с этой задачей, поэтому Бог вновь приведет иудеев позже. И это произойдет во время семилетнего периода седьмой недели Даниила. Очень много здесь происходит, мы поговорим об этом чуть позже. Хорошо, садитесь и присоединяйтесь к нам. Сейчас будет наша последняя сессия в этом сегодняшнем дне. Одна из деталей, которые нам нужно понимать касательно будущего, это значение некоторых простых слов. Например, «великая скорбь» — не то же самое, что Божий гнев. А «великая скорбь» — это то, что мир делает по отношению к нам. Иисус Христос сказал, что это произойдет, и в 16 главе Иоанна, 33 стихом, это произошло. Иисус Христос сказал, что «это сказал я вам, дабы во мне имели мир, а в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Он сказал своим ученикам, что они будут испытывать скорбь. Сколько из вас когда-то испытывал проблемы или трудности в жизни своей? Скорби. У каждого есть скорбь. Деяния, 14 глава, касательно учеников и наставляя их в вере, он говорит, чтобы мы, преодолев многие скорби, вошли в Царствие Божье. Здесь апостол Павел, он приходит к людям, людям скорбящим, и говорит, он предупреждает их о том, что вы испытаете скорби. Пятая глава римлянам. «И не только в этом, но радуемся в скорбях». Я оставил где-то свою водичку. Значит, мы торжествуем или радуемся в скорбях, зная, что скорбь производит терпение. Восьмая глава к римлянам. «Кто разделит нас от любви Христовой? Кто отлучит или выцеснота, или гонение, или голод?» Естественно, когда верующие люди проходят через скорби. Двенадцатая глава римлянам. «Радуясь в надежде, проявляя терпение в скорбях». Первая коринфянам, первая глава. «Он пришел к нам во время наших скорбей». Вторая коринфянам, седьмая глава. «И почитаю и радуюсь во всех скорбях». То есть, это скорбь, то, что мир делает по отношению к нам. Или 1 Фессалоницам, третья глава. «Когда мы были с вами, мы сказали вам о том, что мы будем испытывать скорби. Поэтому не путайте скорбь с гневом». Скорбь — это то, как мир реагирует на нас, а гнев — это Божья реакция на мир. «Мы не будем испытывать Божьего гнева, как люди верующие». Но Откровение, первая глава. «И Бог сказал Иоанну». Он говорит, «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорбях». Вторая глава Откровения. «Я знаю дела твои и труд твой и терпение твое». 2.10. Он говорит здесь, «Не бойся, тебе нужно будет потерпеть 10 дней». Откровение, седьмая глава. Я сказал ему, «Ты знаешь». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Скорбь — это то, как мир реагирует на нас. И этот стих — последнее упоминание слова «скорбь» в Библии. Никогда больше это слово после этого не упоминается, потому что в 6 главе церковь восхищена, в 12 стих. И все собраны перед Господом. И Иоанн говорит, «Кто эти люди?» И Иоанн отвечает, «Это те, которые пришли от великой скорби». Они пришли от великой скорби. Гнев Божий — это Божья реакция на мир. Помните, реакция мира на нас — скорбь. Мир ненавидит нас. И, кстати, Иисус Христос обещал, что мир будет ненавидеть детей своих. Если вы человек верующий, и нет никого, кто бы ненавидел вас, значит, вы что-то не так делаете. Вы, конечно же, не возбуждаете их к ненависти. Вы стоите за истину, и они будут автоматически вас ненавидеть. В армии говорят, что если вы хотите победить, вам нужно быть выше или больше своей цели. Поэтому если мир ненавидит вас, значит, вы тогда трудитесь для него. Естественно, гнев Божий — это есть его реакция на мир. Он наступит после Дня Господня. Вот эта фиолетовая часть на нашей таблице начинается все после времени гнева и оканчивается великим благословением. Две части этого Дня Господня. Первая часть — это когда Бог изливает свой гнев на землю, и гнев — это Божья реакция на мир. Откровение 2 глава. То есть Псалом 2. Почему мятутся народы? Зачем мятутся народы? Он говорит здесь о нечестивых. И дальше Он обратится к ним в гневе своем. То есть мы видим, что Бог, Он говорит с миром своим гневом. Итак, скорбь — это то, что мир делает мир, как мир себя ведет к верующим. Псалом 20 стих написано, «Бог поглотит их гневом своим». Притча 11 глава. Мы видим здесь, что ожидание нечестивого гнева. Исайя 9 глава. «От гнева Божьего потемнела земля». Дальше Исайя 13.13. «Поэтому я потрясу землю во гневе Господа Саваофа». Когда же произойдет это потрясение? Во время Божьего гнева. Это после того, как мы будем восхищены на небо. Мы не будем находиться здесь, когда это будет происходить. Исайя 14 глава. «Господь сломил скипетр правящих и поразил в гневе Своем». Гнев — это то, что делает Бог. Скорбь — это то, как мир реагирует на нас. Не путайте эти две вещи. Иеремии 7 глава. «Господь отверг народ в Своем гневе». Иеремии 10 глава. «От гнева Его потрясется земля». Иеремии 21 глава. «Я соберу их посреди города и сам буду бороться с ними с сильной рукой Своей. В гневе Своем и в великом гневе Я поражу население земли». Если вы понимаете разницу между двумя словами, скорбь и гнев, мы сразу начинаем понимать. Да, плач Иеремии 2 глава. «Господь проглотит их всех, все население Иакова». Плач Иеремии 2.2. «Изекииля 7 глава, 10 стих. «Вот день, вот день, о каком дне идет режь, вот день пришла, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос». «Изекииля 7 глава, 14 по 15 стихи. «Грех мой на всю землю». «Изекииля 7.19. «День гнева Божьего, ярости Господней». Это день великого гнева. «Изекииля 13 глава. И тогда узнаете, что я Господь. Я выполню гнев свой на землю, повергну гнев свой на землю. Я в огненном гневе буду судить народ». «Изекииля 22.21.22. Я соберу вас во гневе моем, и вы будете растоплены. Вы узнаете, что я Господь излил гнев свой на вас». «Изекииль 22.31. «Поэтому я излил на вас гнев свой». «Из-за ли на них не давание, мы огнем ярости, мы истреблю». «Изекииль 38. В своей ревности и в гневе моем проговорил я». «Действительно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой». Вы найдете где-то 220 раз вот эту фразу «тот день» или «день Господень». Иногда он называется «днем Господнем», иногда просто называется «тем днем». И вы знаете, чего ожидать в этот день. «Я изолью гнев мой». «Этот день Господень». Мы поговорим об этом через минуту. Осия, 5 глава. «Принц Иуды, он говорит, тот, кто ушел, и я изолью на него гнев свой». Наум, 1 глава, 2 по 3 стих. «Бог, есть Бог ревнитель и изольет свой гнев на врагов своих». «Он сохранил гнев для врагов своих». Итак, скорбь — это реакция мира на нас. Бог реагирует на этот мир и на наших врагов гневом. Абакум, 2 глава. «В гневе помни милость». И даже во время Божьего гнева, изливаемого в этом мире, люди будут спасаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Да, он привлекает внимание людей. «Приходите и спасайтесь». Он желает спасения людей. Поэтому вот в это время гнева, хотя христиан не будет на земле, будут свидетельствовать люди о Господе. 144 тысячи иудеев обратятся к Богу. В день, когда мы вознесемся, они посмотрят на Него, кого распили, и обратятся к Нему. 144 тысячи. Они будут свидетельствовать о Господе в это время. Господь защитит их и сохранит на протяжении этого времени. В конце Откровения 14 главы они все еще живы. Все 144 тысячи, позже поговорим об этом. В книге Сафонии, 1 глава, 14 стих, приблизился в Великий День Господень. Близок День Господень, очень посвящает голос Дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый день гнева, день сей, день скорби и хесноты. День Господень начинается днем излияния Божьего гнева на землю. Сафонии, 1 глава, 18 стих. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их, день гнева Господа. При огнем ревности его позже на земля не имеет значения, сколько будет у вас денег. Бог назначил день гнева, и тогда ничего не поможет. Захарии, 7 глава. Поэтому и сердце свое окаменели, чтобы не слышать закон и слов, которые посылал Господь Савоох. Захарии, 8 глава. Так говорит Господь небо. Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня. Последняя строчка. Поэтому Господь Савоох не отменил суда своего. Матфея, 3 глава. Иисус говорит о порождении Ехидны. Кто вознушил вам бежать от будущего гнева? Иоанна 3 глава. Тот, кто не верит, Сына не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. На ком пребывает этот гнев Божий? На тех, кто не верит. Гнев — это то, как Бог реагирует на неверующих. Скорбь — это реакция мира на нас. В мире будете иметь скорбь. Римлянам 1.18. Гнев Божий открывается с неба на всяк-то действий и правду человеков. Римлянам 2.4.5. Гнев против дня гнева и откровения праведного суда Божьего. Римлянам 5.8.9. Гнев смысл от гнева им. Если вы человек верующий, вы не испытаете гнева Божьего. Если вы верующий человек, если вы не верующий человек, вы ощутите на себе гнев. Я сегодня предлагаю вам отдайте свое сердце Христу. Спаситесь. Сегодня. Прямо здесь. Бегите ко Христу. Иписянам 5.5. Пусть никто не обольщает вас пустыми словами, ибо из-за этого приходит гнев Божий на сынов противления. На кого не спадает этот гнев Божий на сынов противления? Колоссянам 3.5. Гнев Божий будет отдан людям непослушным. 1 Фессалоникийцам 1.10. Благодаря Иисусу Христе, который избавил нас от грядущего гнева. Поэтому, если вы спасенный человек, родились выше дитё Божьего, вы будете избавлены от гнева Божьего. 1 Фессалоникийцам 5.2 глава, гнев не спадет на них опять. 1 Фессалоникийцам 5.2 глава, он не определил нас ко гневу. Часто люди пользуются этим стихом и говорят, мы будем восхищены до скорби. Я слышал, люди говорят, мы не будем на великую скорбь. Почему? Потому что Бог не определил нас ко гневу. Но здесь проблема. Вы путаете два слова. Я согласен, что мы не определены Богом ко гневу или на гнев, но это не означает, что мы не будем здесь на скорбь. Этим стихом мы не можем оправдывать восхищение церкви перед скорбью. Поэтому мое положение и большинство верующих сегодня верим в то, что мы будем восхищены после скорби перед гневом Божьим. То есть после скорби перед гневом Божьим. Это покровение 6.15. И цари земные, и цари земные, и великие мужи, и богатые, и богатые, и сильные, и каждый раб, и каждый свободный скрыли себя в ямы, и скалах, и пещерах, и сказали им, падите на нас и стройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева разница. Ибо пришел в великий день гнева, и его гнев пришел 6 глава Откровения. Откройте 6 главу Откровения. Я хочу, чтобы вы нечто нашли здесь интересное. Последняя книга Библии, Откровения, 6 глава. Посмотрите на 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосяница, и луна сделалась, как кровь». Подождите минуточку. Разве ученики не задавали Христу вопрос, когда ты придешь, и какие признаки? Какие были признаки? На что нужно было обратить внимание? Луна и солнце померкнут. Это последнее упоминание в Библии солнца и луны, которые померкнут. И это... Вот в это время мы будем восхищены. Откровение 6.12. То есть означает, что первая часть 6 главы мы на земле, и мы должны читать, и будем знать, что происходит. Откроем 1 стих 6 главы. 1 стих 6 главы. И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей. Это тот документ, который был запечатан семью печатями. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял, помните, мы будем восхищены в 12 стихе. Поэтому мы будем на земле, когда мир будет отнят от земли. Вы смотрели новости в последнее время, сколько войн сегодня происходит повсюду? А что, если эта война доберется и до Калифорнии? Я думаю, что эта война будет скоро мировой. Он отнимет мир с земли, и мы будем переживать эти обстоятельства. Четвертый стих. Чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих, «Хиникс, пшеницы за динарии, и три хиникса и очменя за динарии». Гелея же и вина не повреждай. Вот это измерение будет стоить одну копейку. То есть помните история Христа о том, что пойдут и будут работать, и будут зарабатывать динарии за день. Динарии — это дневной заработок. Кто-то, если работает, например, 8 долларов за час, примерно 65 долларов за один день он может заработать. Можете себе представить, если бы пшеница стоила 65 долларов за килограмм? Например, сколько бы стоил тогда хлеб? Сегодня килограмм пшеницы или бушель пшеницы стоит 8 долларов. Он говорит, что килограмм пшеницы будет стоить динарии. То есть это предупреждение о том, что цена на пищу взвинтится до небес. А если, например, галлон молока стоил бы 20 долларов или 50 долларов за буханку хлеба? Вот что он говорит, должно прийти. Продолжаем читать. Шестой стих, конец стиха. Гелея же и вина не повреждай. Седьмой стих. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли. Умиршлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Четвертая часть земли. Интересно. Одна четвертая часть испытает серьезные проблемы. Стих номер 8. Умиршлять мечом и голодом и смертью и зверями земными. Что произойдет на протяжении этого времени? Не только будут войны и голод, но животные также сойдут с ума. Они начнут убивать людей. Они будут умиршляемы зверями земными. Голодом между мечом и мором. Мор и голод будут уничтожать людей. Также звери земные. Девятый стих. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душ убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. Сколько христиан было убито за последних два года в Сирии, или в Турции, или же в мусульманских странах? Как они убивают их? Как они убивают в этих странах христиан? Они отрубают им головы. Чем? Мечом. Поставьте себе здесь закладку. 20 главу Откровения. Откройте, мы вернемся потом сюда назад. 20 глава Откровения. Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания на чертло свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Кто будет жить на протяжении тысячи лет? Те, кто будут замучены за Господа. Если вы встанете и скажете, «Я не принимаю начертания зверя и не отвергаю Христа, вам о вас обезглавят». И Бог говорит, «Если ты готов был умереть за Мое царство, я дарю тебе бонус тысячу лет». У тебя будет много времени, чтобы наверстать упущенное. Возвращаемся назад в шестую главу Откровения. Шестая глава Откровения. Стих десятый. «И возобили они громким голосом, говоря, да коли владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Одиннадцатый стих. «Иданы были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». И когда снял Он шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. «И солнце стало мрачно, как лосаница, и луна сделалась, как кровь». «Когда произойдет восхищение?» «Когда снимается шестая печаль, и луна и солнце помрачились». Именно об этом, точно об этом сказал Христос ученикам. «Когда ты придешь, и какие признаки после скорби?» «Когда солнце и луна померкнут, и тогда я сойду с ангелами на облаках, и труба зазвучит, и мы будем восхищены на облаках». Очень интересно. Откровение, шестая глава, говорит нам о великом дне Его гнева. Это начинается после двенадцатого стиха. И в двенадцатом стихе происходит восхищение. Гнев Божий изливается на землю после того, как церковь взята. Одиннадцатая глава Откровения. Откровение, одиннадцатая глава, мы видим, что народы обозвлены, и гнев мой изливается. Четырнадцатая глава Откровения. «Всякий поклоняющийся зверю и образу его, и принявший начертание зверя, они будут напоены гневом, яростным вином руда своего». Кто будет испытывать гнев Божий? Те, кто примут начертание. Поэтому скорбь и гнев — это не одно и то же. Еще несколько терминов сейчас определим, если нам хватит времени. День Иисуса Христа не идентичен Дню Господню. Нам нужно поспешить. День Иисуса Христа — это день восхищения. День Иисуса Христа упоминается семь раз в Писании. Мы всегда находим его здесь, на таблице. День Иисуса Христа, если у вас есть таблица в малом или большом формате. Что это за день Христа? Давайте посмотрим. День Христа упоминается семь раз. Первый раз он упоминается в Первом Послании к Оринфянам, первой главе. «Ожидая Дня Иисуса Христа, кто также утвердит вас до конца, чтобы вы были внепорочны в день Господа Иисуса Христа. До какого дня мы... в какой день мы будем внепорочны в день Господа Иисуса Христа? Когда мы будем восхищены, увидев Его, станем подобны Ему. Мы, наконец-то, избавимся от нашей греховной природы, и мы сделаемся подобными Ему». Первое Коринфянам 5.5. Павел пишет церкви, потому что в церкви был человек, живший при любодеянии, со своей мачехой, с женой своего отца. И Павел говорит, что даже среди язычников нет такого, и у вас происходит подобное в церкви. Первое Коринфянам 5.5. Он говорит, «Хочу предать этого человека сатане во изнемождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем две вещи узнать из этого стиха. Первое. Вы не можете потерять свое спасение. Вы можете потерять свою жизнь. Человек верующий, если грешит, может наступить время, когда жизнь его будет отнята у него. «Вот и позор был для семьи, тебе пора возвращаться домой». Но также интересно, что Дух будет спасен в день Господа Иисуса Христа. Второе Коринфянам 1.5. Это третье упоминание Дня Господня с 13 стиха. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы считаете и разумеете, что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равна и вы нашей в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, День Господа Иисуса — это то время, когда мы будем радоваться. Наш забег окончился. «Мы завершили наш путь». День Иисуса Христа — это День Восхищения. Послание к филиппийцам упоминает День Иисуса Христа несколько раз. «Мы находим в 6 стихе, будучи уверены в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до Дня Иисуса Христа». «Иисус Христос поселился в моем сердце 46 лет назад и начал свое дело во мне». Конечно же, Ему приходится много работать, и Он уже много дел сделал во мне. Я не буду говорить сейчас о всем, что происходит в моей жизни. Кто из вас знает, что Он работает в вашем сердце? Поднимите руку. Он продолжает работать и в вашем сердце. Он начал свое доброе дело, и до какой поры Он будет это делать? До Дня Иисуса Христа. Да, наконец-то, теперь все закончилось, завершилось. Филиппийцам 1, 10. Мы читаем, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непрагновенные в День Христов. Опять-таки, День Христов. Вам нужно дойти до Дня Христова. Итак, День Христов — это время, когда закончится наш путь. Второе филиппийцам 2, 16. «Держась Слово Истины в жизни своей, чтобы мы возрадовались в День Христов, похвалимые в День Христов». Второе филиппийцам 2 глава. Откройте второе филиппийцам 2 главу, хочу, чтобы вы открыли ее перед концом Библии. Мы находим несколько книг, начинающихся с букви «Т» по-английски. Первое-второе филиппийцам, первое-второе Тимофею, Титу и так дальше. Первое-второе стих. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Многие люди считают, что как будто бы кто-то написал им письмо и подписался именем Павла, но Павел не писал этого письма. Он говорит, «Не спешите колебаться умом, как будто бы кто-то написал вам письмо от нас. Мы не писали этого письма». То есть они получили письмо, которое было как бы от них, 3 стих. «Да не облестит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступления, и не откроется человек греха». Многие, во многих библейских переводах изменился здесь текст. У кого-то есть перевод NIV, где написано «День Господен» вместо того, чтобы «День Христов». Есть кто-то? В многих переводах Библии было изменено на «День Господен». Они не хотят сказать «День Христов», потому что это не соответствует их богословию. Поэтому они заменили на «День Господен». Нет, это «День Христов». В переводе Короля Иакова. Продолжаем читать. «Да не облестит вас никто никак, ибо день тот...» Какой день? День Христов. Этот день не придет, доколе не придет, прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели. Что произойдет перед пришествием Христа? Придет отступление. Наступит отступление. Многие перестанут служить и поклоняться Богу. И откроется человек греха. Антихрист, он откроется в середине вот этого семилетнего периода. День Христов не наступит, пока не наступит отступление, что произойдет вот здесь, великое отступление, и откроется человек греха. Христос не придет, пока не откроется Антихрист. Я думаю, что мы увидим это, если мы будем еще живы к тому времени. Сын погибели. Второе Тимофею, четвертая глава. Мы находим здесь, он говорит, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И это будет день, когда мы получим венцы. Наконец-то мы дошли до конца. Первая Иоанна, 3 глава, 2 стих. Первая Иоанна, 2-3. 3-2, извиняюсь. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда мы сделаемся подобны Ему? Когда Он явится. Когда Христос явится на облаках, и каждое око увидит Его, и те, кто пронзили Его, они посмотрят на того, кто пронзили, кого пронзили, и они увидят Его. Когда явится Христос, вот тогда мы будем подобны Ему. Я готов избавиться от этого греховного тела. Я 47 лет уже с Ним борюсь. Мой дух желает правды, моя плоть желает зла. Кто из вас понимает меня? У кого из вас происходит подобная борьба? Я сегодня крайне не могу дождаться того, чтобы избавить меня от этого тела. В этот день все произойдет. День восхищения. И День Христов. Это когда мы восхищены. Это не идентично с Днем Господним. Сейчас покажу вам. День Господень. Он равносилен тысячи годам. И он состоит из двух частей. Часть гнева и часть благословения. И это объясняет нам День Господень. Две части. Время гнева и время благословения. Нам нужно сейчас двигаться вперед. На таблице вот здесь День Господень. Он у меня фиолетового цвета находится здесь. Он примерно должен быть 231 фут в своей длине, если бы это я в масштабе рисовал. Значит, День Господень. Он называется Днем Господнем. То есть, один день тысячу лет. Давайте посмотрим сейчас. Два текста в Писании говорят нам о дне, как о тысяче лет. Я себе заметку сейчас должен сделать. 2 Петра 3 глава. Мы читаем о том, что один день, как тысячу лет. Или Псалом 89. Один день, как тысячу лет. Поэтому День Господень, это тысячелетний период. Он завершается великим благословением. Мир на земле. В человеках благоволения. И огненок лежит вместе со львом. И леопард вместе с овцой. Исаии 64 глава. Я забыл точно, где это. Вот несколько из двухсот стихов, которые говорят о Дне Господнем. Исаии 2, 12. Ибо День Господень, Господа Саваофа, он откроется на все гордое и высокомерное, на все превознесенное. Оно будет униженно. Исаии 2, 20. В тот день человек бросит кротами, летучим мышам серебряных своих идолов, золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье, скал и расселенный город страха Господа и от славы величия его, когда он восстанется, крушить землю. Все деньги, которые сохраняли люди, эти все накопления, золото и серебро, они все выбросят летучим мышам и будут прятаться от лица Господня. Исаии 4, глава, в тот день семь женщин ухватятся за одного мужчину и скажут ему, только позволь нам есть хлеб твой, чтобы избавиться от Дня Гнева Господня. День Господень прекрасен. Иногда День Господень называется прекрасным днем, иногда он называется временем Великого Гнева. Исаии 10, глава. Мы видим здесь, когда 20 стихе будет день, будет тот день остаток Израиля, и спасшийся из дома Якова не будет более полагаться на того, кто поразил их, но возложит упование на Господа. Итак, в это время Дня Господня, оно будет в некоторых случаях прекрасным, а в других случаях разрушением от всемогущего. Если вы неосторожны, вы можете сбиться с правильного понимания. Потому что День Господень, он состоит из двух частей, время гнева и время благословения. Вот наступает День Господень, и гнев его неутолим. Исаии 13, 10. Или солнце помрачится, и луна не даст света своего. Исаии 13, день велик пылающего гнева его. Итак, Исаии 17, глава. В тот день человек обратит внимание на своего Создателя, и глаза его будут устремлены к Пятому Израилеву. Это прекрасный день, и в Иеремии упоминается опять гнев. Это в 4 глава, 8 стих. Поэтому будет тот день, говорит, Господь забрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. Иаиль 1, 15. «Разрушение от всемогущего близко». Итак, это день Божьего разрушения. Иаиль 2, 31. 2, 31. «Опять солнце и луна помрачатся перед великим и страшным днем Господним». Иаиль 3, глава, 14 стих. «Тысячи тысячи толпы в долине Суда, ибо близок день Господень к долине Суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». Опять-таки, вот что предвещает день Господень. Авдея 1, глава, «Ибо день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет с тобой». Воздаяние твое обратится на голову. Сафонии 1, глава, 14 стих. «Это день гнева, день разрушения, день разорения, день тьмы. Это время Божьего гнева. День Господень оканчивается великим благословением. Ты язычник и ученый». Не так много нас осталось. Иаиля 3, 18. «И в тот день горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из Дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситим». «Опять день благословения. Холмы будут капать молоком или вином». Захарий 2, глава, «Радуйся, дочь Сиона, ибо я приду посреди тебя». День Господень. Это когда придет Господь и будет царствовать в Иерусалиме и основит свое царство. День Господень – период тысячи лет. Он начнется периодом скорби и окончится периодом великого благословения. У Даниила было видение. Если вы можете, давайте вернемся к Даниилу. Он видел видение. У царя было видение, Даниила 2, глава. И он говорит, «У меня было видение, и я испугался, что это значит». И они сказали ему, «Царь, расскажи нам этот сон, и мы тебе дадим истолкование». Он говорит, «Я забыл свой сон. Я хочу, чтобы вы сказали мне, о чем был сон и каково его значение». Они говорят, «Ну, царь, это же несправедливо. Нужно сначала сказать, каким был сон, и тогда мы придумаем какую-то историю». Нет, мы объясним, что это значит. Он говорит, «Я забыл, и теперь я всех вас убью, если вы не расскажете мне мой сон». Они говорят Даниилу и его друзьям, «Царь должен всех нас уничтожить». Он говорит, «Постойте, дайте мне пару минут». Он помолился к Даниилу и говорит, «Господи, у нас большая проблема. Ответь, пожалуйста, нам сейчас». У кого из вас были когда-то серьезные проблемы? И говорили, «Господи, нам нужен ответ прямо сейчас». И Господь отвечает Даниилу и открывает ему сон. Даниил раскрывает его царю. Он говорит, «Царь, ты видел огромного истукана? Голова сделана из золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа, а ступни, железо и глина, смешанные вместе». И потом ты увидел камень, оторванный от горы, не руками, человеческими. Ударил он в ноги, и все это статуя упало. И ветер развеял прах от этого истукана. И царь говорит, «Да, да, что же это значит?» Даниил говорит ему, «Царь, Бог показал тебе будущее, будущее твоего народа в конце времен. Ты — это голова золотая и Вавилонская империя. Это ты, царь Навокудоносор». И вы можете прочитать об этом во второй главе Даниила. Он сказал, «После тебя появится другое царство слабее, серебро, оно дешевле и хуже, чем золото». Этот царь будет царствовать над Персидским царством. Сегодня этот царство называется страной Иран. И, конечно же, Иран захватил Ирак в те дни. Это произошло опять-таки в книге Даниила. После них появится Третье царство. И это был Александр Невский. Александр Великий. Это была Четвертая империя. Железные ноги. Многие годы я думал, что железо — это представление Рима. Я извиняюсь, я не прав был, потому что римляне никогда не захватывали этой части земли. Конечно же, были когда-то империи ацтеков и имков, и были всегда на этом месте империи. Но речь идет об этой стране, не о Южной Америке, не Китай, не Япония, а Ирак, Вавилон. Единственная нация, которая когда-то их завоевала, это была Атаманская империя, исламитяне, то есть мусульмане. И до сегодняшнего дня мусульмане правят над Ираком. Я думаю, что вот эти железные ноги, они представляют собой Атаманскую империю, что началось где-то в 680 году после Рождества Христова. Мухаммед, Ислам, они были разбиты после Первой мировой войны и возвращаются назад. Власти. Почти 100 лет прошло, теперь мы видим, как мусульмане укрепляются очень быстро. Примерно в среднем 9 детей у них в семье, и тысячи этих людей переселяются в Америку в разных лагерях, готовы к тому времени, когда будет включен выключатель, идите и хватайте их. И что же делают мусульмане с теми, кто не верят так, как верят они? Убивают. Как они убивают? Они убивают, обезглавливая. И в их мышлении есть только один способ попасть в небо. Это если ты убиваешь неверного. Они называют их террористами. Америанский генерал во время войны на Филиппинах в 1099 году он должен был погасить восстание мусульманов в Филиппинах. Он изучал некоторые вещи и задавал себе вопрос, чего они боятся. Они боятся свиней. Все, что связано с свиньей, если это касается свиньи, и крови свиньи. Они никогда не едят свинину. Если ты это делаешь, то ты попадешь навсегда в ад. Поэтому в соответствии с этой историей этот генерал, он поймал 50 мусульман-террористов, привязал их к деревьям, и мы вас расстреляем. И они радуются. Мы 75 человек, то есть мы попадем сейчас на небо, и нас там встречают 75 девственниц. И когда они были привязаны к этим столбам, он приводит на это место свинью и умерщвляет эту свинью. И теперь солдаты взяли пули, обмочили их в этой крови, и... О, нет, 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 они расстреляли 49 из них с этой кровью, с свиньной кровью. И теперь они навсегда должны попасть в ад в их мышлении. 50-й человек, которого должно было расстрелять, он взяли, опять обмакнули булю, и обмакнули ее в кровь и кинули ему в карман. И ему сказали, мы отправляем тебя, иди назад к своим. Он закричал, побежал через джунгли, и война прекратилась. Да, они очень рады были, что умрут и попадут в небо, но из-за свиной крови они боялись попасть в ад, поэтому он, похоже, нашел фокус, как исправить их. Я поэтому и поменял свое мышление. Я не думаю, что железные ноги, они представляют империю Рима, хотя католическая церковь когда-то стала родоначальником ислама. Это другая история. Поэтому ислам, я думаю, и есть атаманская империя. И потом в конце мы находим ступни, ступни, сделанные из железа и глины. Два разных компонента, железа и глина. Они не соединяются между собой. И десять пальцев. Я думаю, что в конце времен, и я думаю, что оно начнется очень скоро, десять мусульманских империй соберутся вместе и попытаются поразить Израиль еще раз. Но будет два разных типа мусульман, шиа и сунни. Шииты и сунниты. Они объединятся, чтобы бороться с Израилем, но они также ненавидят друг друга. И он говорит, что железо не сольется с глиной. Мое объяснение второй главы Даниэла. Скорее всего, оно связано с мусульманами, которые будут воевать против Израиля. Я не знаю будущего, но я думаю, что произойдет союз десяти народов вокруг Израиля. Они соединятся с одной мыслью уничтожить Израиль. Они подпишут соглашение и скажут, вы можете вновь построить свой храм. Как только храм будет построен, антихрист, он, скорее всего, будет мусульманином. Он встанет и скажет, вот, это наш храм теперь. Даниила, Марк, Матфея, 24 глава, посередине всего этого сказано об осквернении. Итак, храм будет построен, и евреи должны уже, они уже готовы к тому. Это как раз приходит в этой седмице. Это в начале... Итак, еще немножко, и нам уже нужно будет остановиться. Итак, мы поднимемся во время... Мы здесь же находимся на пире Агнца. Мы на небе. Когда мы возвращаемся с Иисусом Христом на белой лошади, он говорит, он устанавливает свое царство, и здесь происходит Армагеддонская битва. Поэтому Божье царство, оно начинается от гнева и заканчивается большим благословением. Евреи очень рады о построении своего храма. Город Иерусалим в 600 году был завоеван мусульманами. Они услышали о том, что пророчество говорит, пророчество говорит, что храм будет восстановлен, поэтому они построили там мусульманскому чадь. Кто слышал об этом храме? Они не смогут построить храм, потому что там мусульманская мечеть. Они подумали, что они построили там, где построен храм, но храм был разрушен 500 лет назад, поэтому никто не знает, где был храм на самом деле. Но посмотрите, вот эти ворота, видите, они зацементированы. 400-500 лет тому назад один из мусульманских лидеров кто-то сказал ему, что Иисус придет через вот эти восточные ворота. Он сказал, «О да, мы остановим это», поэтому они забетонировали и перед этими воротами построили кладбище. Теперь они обнаружили некоторые вещи. первое — восточные ворота. Это не те восточные ворота. Настоящая верхушка, вы даже не видите их, но это вот второй. Вот они заблокировали, заблокировали восточные ворота. Тем не менее, они обнаружили, что храм, что мечеть, в которой они поставили, они поставили 200 фитов на юг. Он не там находится, где был построен храм Соломона. Итак, Иаиль говорит, 3.18, 3.18, «Нави в тот день, горы будут капать беном, холмы потекут молоком». Если вы обратите внимание, там есть пустое место, вот это большой квадрат, видите, красный, потому что 37 акров — это вся площадь. мусульманы построили мечеть не в том месте, оно построено в южном части храмовой горы, там, где находится, там находится там, потому что это языческий храм, по сути. Один из, во время Иисуса Христа, кто-то написал, что я здесь на горе, и я смотрю на храм, на входную дверь. Итак, если вы смотрите через ворота, мечеть не находится в правильном месте. Итак, я верю, что вот этот, вот этот источник, он разделит вот эту холм, и вода будет наполнять, и наполнит всю Иорданскую долину. Многие люди знают, что Мёртвое море, оно находится ниже, но вы знаете, что Галилейское море тоже находится ниже уровня, поэтому вся эта, вся эта долина наполнится водой. Я верю, что где-то 20 лет, 25 лет тому назад они нашли ковчег, первоначальный золотой ковчег, где внутри находятся 10 заповедей, но это мы освещаем на своем 9 номер 10. Далее, после этого тысяча лет, тысяча лет после того, как Иисус будет править, мы входим в то, что называется вечность. Я это не понимаю. Я застрял во времени, поэтому я не понимаю вечность. Но мы войдем, мы завтра об этом будем говорить. Вечность. Когда вы попадете в вечность, у вас есть небо, или у вас есть ад. Итак, если вы не доверили Иисусу Христу свою жизнь, вы идете в ад, и я не верю в ад, но ты можешь пойти в ад, если даже ты не веришь в ад. это никакого эффекта не будет иметь на Бога, когда вы умрете. 47 лет тому назад друг мой сказал, «Кент, если ты умрешь, куда ты пойдешь?» Я сказал, «Я не знаю». Он сказал, «А ты нарушил Божьи законы?» «Конечно». «Тогда ты пойдешь в ад». Я сказал, «Я не хочу пойти в ад». Он сказал, «Ну, у тебя два выбора есть. Ты можешь заплатить за свои грехи собственные. А что вам нужно заплатить за свои?» «Вы нарушили Божий закон». Что вы должны для того, чтобы осчастливить Бога?» «Ничего не могу сделать». Очень правильно. Ответ правильный. Либо ты можешь принять то, что Иисус оплатил. «Бога, я лучше это приму». Итак, Иисус умер на кресте, воскрес из мертвых. Я это принимаю. Я принял это 47 лет тому назад, и поэтому я стал Божьим сыном. А вы? А если вы умрете сегодня, куда вы пойдете? Вы должны об этом думать, потому что вы будете мертвы очень много времени. Нужно будет упаковать вам с собой тормозок с едой. Куда вы идете? Итак, сегодня, 10 июня, сегодня ваш может быть духовный день рождения в Божьей семье. Нет никакой магической молитвы, но если вы просто скажете, «Господь, я грешник, но я верю, что ты умер за меня. Я хочу получить твою оплату за мои грехи. Пожалуйста, войди в мою жизнь, возьми в мое сердце, оплати мои грехи». Вот это все, что требуется. Попросите Иисуса Христа простить. Все. В эту секунду вы рождены в Божьей семью. Рождение — это легкая часть. Вы все родили. Фактически никто не потрудил. Вот расти — это совсем другое дело. А родиться — родиться — это кто-то вас родил. Поэтому рождение в Божьей семье то же самое. Не потому, что вы родились, не потому, что ваши праведности, но потому, что вы приняли труд Иисуса Христа. Ваши родители подарили вам ваше собственное рождение, поэтому вы должны подготовиться к вечности и принять то, что... Давайте мы помолимся и закончим на этом. Благодарю тебя за Твое Слово, Отец Небесный. Благодарю тебя за всех братьев и сестер, которые пришли, за Твои обетования, за то, что Ты обещал нам. Ты даровал нам контроль и знания. И знания ты имеешь. Просим Тебя, чтобы мы стали частью Твоей семьи. Те, которые из нас знают, что они христиане, они приняли Тебя, а те, которые не приняли, и чтобы они знали, что они тратят свою жизнь. Пожалуйста, встряхни их жизнь, чтобы они служили Тебе и познали Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok